всем привет с вами сэм и это не блог это это разговорное видео потому что я так хочу но я не хочу вас отнимать кучу времени потому что скорее всего на этот канал вы пришли за каким-то экшеном вы пришли за лайфстайлом и конечно же мотивацией но здесь скорее всего речь пойдет другого рода мотивация она пойдет о мотивации моей и непосредственно моей мотивации снимать видео я уже тотально запутал сейчас все объясню у меня куча идея куча роликов которые я хочу снимать но я не хочу снимать дима понимаете меня уже 70 тысяч подписчиков на моем канале 71 тысяча подписчиков очередное видео набрало почти полляма просмотров у меня даже была первая рекламная коллаборация в прошлом ролике но глобально ничего не изменилось поймите я тот человек на ютубе который пришел сюда не потому что он хотел стать блогером возможно никогда не хотел стать блогером возможно никогда не хотел стать ютубером как вы видите я не лезу ни в какие тренды я не снимаю всякое дерьмо на самом деле я просто сегодня весь день смотрел youtube это это пиздец и вчера я весь день смотрел ой блять прикиньте я блюдул только что да вернемся я всегда был артистом и мне всегда нужен был голос и youtube два года назад стал этим голосом ровно два года назад марта 2017 я записал свой первый специально снятый ролик на youtube специально снятый влог на youtube и насколько я сейчас помню это все было сделано для того чтобы я прокачивал свой скилл монтажа чтобы я прокачивал свой скилл речи чтобы я мог смотреть на себя и улучшаться как человек мне не нужны были просмотры мне не нужны были подписчики мне хотелось стать лучшей версии себя благодаря youtube как вообще пишет нормально я записал свой первый ролик на youtube я начал потом делать влоги в дубае а потом я снимал какие-то travel видео это разные моменты которые для меня не было цели делать это ради хайпа для меня не было цели делать это ради просмотров и всего я делал это для того чтобы быть лучшим а потом я приехал в америку я приехал в америку я захотел выучить английский и еще я захотел побороть баяни отказов и я начал снимать свой 30 days of rejection это было ровно год назад да это было в марте-апреле 2018 года и и мы наконец-то ближе к теме друзья мои потому что будучи в россии пережив эту сраную зиму я я до сих пор не могу выйти из копы я всю зиму спал я так считаю многие могут сказать что чувак ты работал у тебя выстрелил канал у тебя знаете все это не важно потому что внутренне я чувствую себя отстойно я я не чувствую что я на коне я не чувствую что я делаю что-то крутое я вспоминаю те охуенные моменты ровно год назад лос-анджелесе когда я делал что-то дерзкое и делал что-то охуенное это снимался когда я не знаю английского языка не умея снимать влоги боясь можно сказать людей один к этим людям разговаривал на английском языке снимая при этом влоге я делаю проект ежедневно на протяжении практически месяца и для уставших приходил домой при этом не имея дома когда я ночевал рост у девчонок с которыми я познакомился на улице в инстаграме и так далее и заканчивал видос в два в три в четыре утра я ложился спать и с новыми силами как в жопу жареный просыпался в 9 утра чтобы выложить видос и начать снимать новый и я делал это без остановки я чувствовал невероятный прилив энергии потому что потому что я знал зачем я это делал в начале каждого видео я говорил welcome to my 30 days of rejection project where I overcome my fears and so on and so on у меня была четкая цель у меня было четкое понимание почему я это делаю у меня была четкая мотивация у меня была охуенная мотивация вставать каждое утро ехать незнакомыми места приставать незнакомым людям на незнакомом языке снимая при этом влог и это были одни из лучших времен в моей жизни без без шуток а сейчас а сейчас у меня начали появляться подписчики у меня начали появляться просмотры но у меня нет этого запала да у меня нет этого запала но но несколько дней назад я ехал метро погруженный в свои мысли и мне в колу пришла гениальная идея как все исправить слушайте я придумал гениальный план я хочу набрать миллион подписчиков почему сейчас я все объясню помните в начале видео я рассказывал что я никогда не стремился стать ютубером в моем понимании это значит что мне как артисту никогда не был интересен результат моей гонки мне была интересна сама игра мне было интересно делать то что я делал мне было круто наблюдать за моим личным ростом мне безумно нравилось выходить люди наводить какой-то шорох я безусловно кайфу этого факта что делая видосы на youtube я могу потенциально оставить свой великий след человечество но тут я подумал что я хочу добавить в свою игру ачивки и моим главным достижением на данный момент будет миллион подписчиков типа как я буду это делать я не знаю я бы хотел сказать что у меня есть планы я буду его придерживаться но на 50 процентов это будет импровизация вот я хочу я хочу поиграть на этой платформе так как на меня не играл никто я хочу сделать некую симуляцию ютубера я не знаю тестить разные форматы говорить на темы которые я раньше возможно игнорировал и мне не очень хотелось бы говорить о них на камеру но теперь формате симулятора ютубера я буду иметь полное право обсуждать все дерьмо которое я хочу здесь обсуждать пробовать все форматы которые я хочу здесь пробовать и веснится так на что раньше у меня не было алиби что это наверное это все я надеюсь мы начнем с завтрашнего дня я искренне надеюсь что эта концепция придаст мне мотивации делать все то что я задумал я реально сейчас буду начинать каждый видос каждый видос со слов всем привет я сам и мы идем в миллиону I don't know но это дерьмо меня действительно вдохновляет ну вот мотивация внутри себя что ж раз уж у нас такое дело расскажите обо мне видос скажите всем своим родственникам всем своим одноклассникам своей девушке собаки бабушки и даже вы еще и подписывайтесь на меня подписывайтесь сами если вы до сих пор не подписаны и добро пожаловать в это самое сумасшедшее путешествие к миллиону с вами был Сэмплуы Ильян и поехали айкоп подпишись Субтитры создавал DimaTorzok